друзья приветствую вас на моем канале у нас сегодня очередное видео это будет касаться у нас бритв а конкретно по просьбе наших моих подписчиков как чистить бритву как разобрать бритвенную головку и капитально ее почистить вот у меня две бритвы почему 2 на обзоре мне конкретно попросили в гр 310 подписчик попросил вот но вот я не хочу немножко в небольшое сравнение провести между этими двумя бритвами потому что одно довольно сложно почистить другую довольно довольно легко знаю почему такая разная конструктивная особенность вот давайте сейчас будем разбираться с этим делом и так вот это шоу си чтобы ее разобрать снимаем значит вот это запросто у нас снимается дальше вот эта часть это у нас фиксатор вот этот фиксатор мы можем подеть вот здесь отверткой раз сняли как видите все здесь у нас уже ножи и сетки ничего не держит мы берем вот так сеточку вместе с ножами разбираем как видите все раз и два все разобрали можно это бросить в мыльный раствор это у нас все помоется так это хорошо теперь у нас на обзоре в гр 310 по которому немножко проблематичнее вот это дело сделать нам разобрать давайте попытаемся в режиме реального времени я не буду там корректировать свое видео мы попробуем его как бы разобрать бритва я очень доволен на на бриту шикарно хорошо плюс я его заряжаю в три месяца раз и как видите вот сколько еще 145 минут остается на бритье нет одного turbo режима но ничего в принципе бреет с нормальной скоростью ничего не дерет все нормально так я ее не чистил честно вам сказать я чищу обычно под краном водой значит вот так же промываю струя напора воды идет сюда и она у меня так промывается даже на включенный включаю так промывается а потом раз открыл и все высыпал но нашего подписчика есть вопрос насколько возможно разобрать всю эту бритву и попытаться ее более качественно очистить я совершенно согласен что в квартал или в месяц месяц нет но в квартал раз надо бритву хорошо разобрать и почистить как видите она у меня вот в таком состоянии принципе я ничего с ней не делал чистить надо как видите да я ее промываю но получается что недостаточно вот в этой части мы видим с чересчур слипшуюся грязь вот хорошо посмотрим так хорошо это у нас не проблема почистить там щеточкой или пальчиком под водой это у нас промоется теперь самое главное как у нас разобрать вот и вот эти сеточки принципе я и ее и не разбирался как-то не пробовал еще сколько времени у меня это бритва сейчас вместе с вами я попытаюсь ее разобрать так как по мне нужно поддеть опять нет видите здесь проблемно у нас так в принципе боюсь даже поломать эту сеточку здесь у нас как видите два разных элемента значит сама вот это фиксатор сидит еще вот в этой пластмасске то есть это не не стандартно опа еще попробуем как по мне мне кажется нужно задрать его опа лишь бы не поломал бы так вопрос попробуем вот отсюда снять здесь есть какой-то упорчик и может быть мы его снимем просто отсюда не получилось так не получается смотрите что ж так сидит коридко отсюда выдавить невозможно фактически значит реально какой-то фиксатор нам здесь мешает так еще раз попробуем вот за этот выступ нет реально не не берется так ладно попробую еще раз вот так вроде как-то один раз у меня получилось сейчас это не получается попробуем попробуем может просто на крепко сидит что ж такая проблема явно чем-то подеть надо вот подеваю живой что ж такое вылезает а вот вот нет 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 здесь даже не показано чтобы возможно было бы каким-то образом подцепить ее до хотя бы как-то какой-нибудь указатель был бы мне все кажется вот отсюда нужно подцепить очень крепко сидит не пойму еще раз отсюда опа 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 но не может быть за что-то она должна хвататься за что-то она у нас должна в любом случае так вот здесь опа 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 не поломайся может сюда пропихнуть как-то нет она явно здесь где-то на чем-то входит крутится фиксируется вот так вот так значит как видите вот за это надо хорошо подтянуть короче минут пять у меня ушло по моему только вот одну вот эту сеточку вытащить вот так вытащил этот стоп как он называется видите он грязный какой-то реально раз сняли дальше два сняли вот так ну видно что грязная видно видно что мыть надо видно посмотрите сколько здесь жира это хоть мой хоть не мой посмотрите как она жирная все грязи конечно любом случае ее нужно хотя бы месяц раз промыть но конструктивно у нас очень сложные сложное дело разобрать это ну понимаете это просто может поломаться так смотрите по краям какая грязная это первая бритва у меня которую так сложно разбирать знаете да хвалить то я ухвалил своем видео обзоре что она мне нравится во всем но вот так трудно ее почистить я даже этого не ожидал так ладно раз уже разобрал дальше будем разбирать если не поломается поле на работу на все вот видите второй тоже снял вторую снял стоп а теперь у нас это вытаскивай сюда проблема проблемная зачем столько у вас не слушай сделай конструкцию полегче я тоже думаю ушел все тяжелые в случае на касса нет вот так подцепил еще раз видите дорогие мои друзья вот тут подцепил за эту пластмасску потянул вытащилась вот и все теперь нужно все мыть теперь берем какую-нибудь емкость с горячей там теплой водой опускаем туда значит наши компоненты компоненты нашей бритвы так все туда бросаем сетки лезвия пластмасски и берем либо же шампунь шампунь хорошо работает в этом деле что вот эти кожные жиры убрать либо тут каплю шампуня делаем либо же жидкое мыло руки как чем моем простое мыло лучше не использовать а что-нибудь вот такое жидкое все теперь оставляем это в растворе в этом мыльном растворе при желании можно и второй раз вторая ноги раз промоем мы как видите грязь сразу реакция пошла грязь начинает сходить подождем когда все это откиснет промоем проточной водой мы соберем как по мне очень плохая конструкция но это очень большой жирный минус у этой бритвы это сто процентов вот эти сеточки они вот эти фиксаторы сетки дали как они на за фиксатор до пластмассовые они поломаются потому что я здесь делаю большое усилие на то чтобы вытащить из своих пазов это уже непрактично ясным пеньше это очень быстро поломается в таком случае вам нужно на запасе держать вот эту всю бритвенную головку так бросаю пусть откисает дальше посмотрим что и как будет итак помыл как видите вот все эти части но сетки хорошо промылись так или иначе пластмасса промылась но проблема у нас оказалась с ножами вот такая почему ножи так хорошо бреют щетину потому что здесь у них посмотрите какие вот эти как сказать даже не знаю как назвать в общем очень острые ножи и их здесь много разных вот этих заковырен заковырен что ли на которых застревают волосы но это большой минус я и щеткой тер и так промывал никаким образом я не знаю даже как выковыривать отсюда волосы очень плохая конструкция я даже не ожидал что это бритва меня вот на разборе сильно подведет ну ладно попытаемся собрать дальше значит и берем вот так сетку кладем вот так сюда теперь мы это опускаем здесь у нас по пазам значит пазы показывает что отсюда надо опустить здесь фиксируется теперь берем вот этот фиксатор горе фиксатор который очень быстро поломается и чувствую теперь нужно так прицелиться чтобы мудриться его положить прямо в прям по направлению я не помню не понял уже как одно собрал 2 уже забыл как надо собрать значит тоже такое моему это нам надо здесь вот так а если не ошибаюсь то надпись надпись где у нас обращаем внимание на эту пластмасску и у нас надпись и вот этой надписью вверх так вот сюда по моему все не ошибаюсь и попробуем зафиксировать тогда зафиксировал все села она сидит это значит они сидит или мне кажется не она ходит так все в порядке зафиксировали и также 2 фиксируем 3 фиксируем опять берем сеточку 5 кладем ножи пускаем в паз опускаем суда в паз зафиксировали это опять берем фиксатор и поворачиваем сюда и вот этими частями я как понимаю надо зафиксировал все все зафиксировалось опа вылетела вот конструкция елки-палки как можно такое выпустить чтобы люди мучились вот с этим делом бритвы не можешь почистить себе нормально все зафиксировалось так я так думаю или опять что не так ходит выглядит не выглядит сидит в своих пазах в общем друзья если бы я знал бы что это такая проблемная бритва в чистке я бы ее не купил бы его прям вообще отсюда же прям нужно взять выкинуть в мусор она меня полностью разочаровала хотя бреет отменно шикарно ну за счет она вот этих лезвий очень интересными закорючками так что если вам нравится вот эта система может быть и купите а может и нет в общем я ее чистить больше так серьезно не буду разве если совсем в год раз а буду сейчас я вам покажу как я буду делать я думаю что мыльном растворе я ее буду промывать просто вот так вот так вот так вот так вот по точно еще промоем насколько возможно будет промыть промоется по-другому заморачиваться с ней я больше не собираюсь так что как то так по видео вы увидите насколько долгая процедура почистки ножей смотрите до конца всем кому понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока пока пока